Всем привет! Сегодня разберем 10 советов, следуя которым вы станете играть лучше. Все советы были проверены и дополнены участниками официальных турниров и популярными стримерами Гвинта. Совет номер один. Много играть в рейтинговом режиме. Чтобы играть хорошо, нужен большой игровой опыт. Отыгрывая множество игр в сезоне, вы будете понимать мету, знать архетипы и примерный состав колоды противника. Зная состав колоды, начнете понимать, от чего отыгрывать и на что тратить имеющийся контроль. Вам будет известна тактика соперника и ресурсы, которыми он располагает. Также, анализируя ходы оппонента, вы начнете понимать, какие примерно карты у него в руке, и сможете просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Это самый важный совет. Ваш общий опыт игры в ККИ повышает скорость адаптации в новой мете, в новых условиях и даже в другой карточной игре. Но помните, важно играть осознанно. Когда-то во времена ОБТ я очень хотел взять 21 ранг, и решил посвятить этой цели целую неделю. Я играл каждый день примерно по 6 часов на лучших тир-1 колодах. И через неделю я остался на том же ММР, с которого начал. Так получилось, потому что играл на автопилоте. Раскладывал пассиансы на своем столе, совсем не анализируя ходы соперника. Игрок Адзиков говорит, что куда более важно играть собрано. 10 игр с полной концентрацией и аналитикой принесут вам больше пользы, чем 100 игр простого гринда. Игрок Грин Найт добавил, что как только вы начнете разбираться в мете, вы сможете сразу понять, какие у соперника выигрышные комбинации, и чем он вас победит в третьем раунде. Если вы это поймете, то это знание сильно вам поможет в сохранении нужных карт в первом и втором раундах. Также это даст понимание, когда следует пассовать, а когда продолжать давить соперника. Например, если вы заранее знаете, что не выиграете первый раунд, то можете сохранить нужные карты. Частая ошибка это, когда игрок отдает хорошие карты, чтобы забрать первый раунд, а потом остается с трэшем на финиш. А вторая частая ошибка это, когда игрок слишком легко отдает первый раунд. И некоторые игры решаются уже на этом этапе. Совет номер 2. Стоит немного поиграть на всех популярных архетипах. Это даст вам представление о том, как играть против них. Да и в целом такая практика расширяет игровой опыт. Мне и самому приходится каждый месяц учиться играть на всех популярных колодах, так как я записываю мету для вас. Стример Sir Pumpkin советует рассуждать вслух о своих действиях во время игры. Впоследствии это может помочь найти ошибки. Также он советует максимально использовать отведенное время на ход. Даже если ход кажется очевидным, лучше потратить 10 секунд на двойную перепроверку. Третий совет. Много играть на одной колоде. Глубокое понимание колоды даст вам несколько вариантов действия на каждый ход. Возьмем, к примеру, Арахну с прошлого патча. Для этой колоды стандартная практика в третьем раунде поставить артефакты, наплодить главоглазов и финишировать жагницей. Неопытный игрок на этой колоде будет всегда придерживаться этой тактики. А опытный, играя против Эйтна, например, поймет, что эту комбинацию ему разыграть не дадут. И использует артефакты и гнезда главоглазов в первом раунде. А на третье оставит просто сильные золотые карты, тем самым нивелируя плохой матчап. Многие колоды скрывают в себе больший потенциал, чем кажется на первый взгляд. И чтобы этот потенциал раскрыть, порой приходится сыграть не один десяток игр. Четвертый совет. Играть с сессиями по 2 часа с перерывами. Старайтесь сосредоточиться на игре и не отвлекаться на соцсети и другие дела. Обязательно делайте перерыв, чтобы восстановить концентрацию внимания. Также игрок Раду Андрада говорит, что важно уметь остановиться во время тильта. Или когда ты устал. Совет номер 5. Записывать и просматривать свои игры. Разбор своих ошибок и мисплеев поможет избежать их в дальнейшем. Стримершин Мири советует делать заметки при анализе своих игр. Когда вы предполагаете, какие ходы могли бы быть более правильными. А игрок Гейм Кинг советует записывать состав колоды оппонентов. Чтобы когда в следующий раз с ними встретишься, вы знали как победить. Но этот совет в основном для игроков про ладера. Там многие друг друга знают и часто попадаются друг на друга. Совет номер 6. Нужно подстраиваться под мету. Необходимо менять колоду или фракцию, если игра не идет и не получается побеждать. Если вам попадается много биг колод, то следует пересесть на колоды с движками. Такие как у королевств севера, например. Если в мете много контроля, то стоит попробовать поиграть на биг архетипах. Ну а если в мете много комбо колод с движками, то нужно пересаживаться на контроль колоды. Также, возможно, стоит поменять несколько карт в составе колоды. Заменить карты, которые плохо играют, на карты, которые могли бы помочь вам выиграть. Например, Геральт может плохо играть, когда в мете маленькие отряды. И может быть мастхев карты, когда в ладере много колод с большими отрядами. Игрок Гейм Кинг советует создавать свои собственные колоды. У него всегда результаты лучше, когда он играет собственной сборкой. Но это правило работает не для всех. Совет номер 7 Смотрите стримы про игроков и трансляции турниров по Гвинту. Нужно учиться у лучших и пытаться понять логику ходов. Игрок Адзиков добавил, что учиться на стримах – это правильно. Но не думайте, что стримеры делают на 100% правильные ходы. Многие из них допускают массу ошибок. Держите это в уме. Восьмой совет Найти наставника или команду игроков, которые так же, как и вы, хотят научиться играть лучше. Это ускорит процесс повышения скилла, так как вы будете находиться в компании людей, с кем можно обсудить игровые моменты, потренироваться и спросить совета. Игрок Малегион советует играть дружеские матчи. По его мнению, играть против человека, которого ты хорошо знаешь и уважаешь, куда полезнее с точки зрения практики, чем просто топить в ладере. Совет номер 9. Цель Чего вы хотите достичь? Какого ранга или места в таблице лидеров? Этот совет подает не всем. Одних могут замотивировать конкретные цифры в виде места в списке лидеров или процента побед. Других же это может сильно дезморалить, особенно если достичь таких целей не получается. Таким людям я могу посоветовать иметь цель просто научиться играть лучше, больше побеждать, совершать меньше ошибок и так далее. И последний совет. Проявите упорство. Не сдавайтесь и не опускайте руки при неудачах. Продолжайте тренироваться и идти к своим целям. Главное, постарайтесь получать удовольствие от игры, от самого процесса. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok